Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас на своём канале! Собирать ПК из магазина это, конечно, хорошо, так как вы покупаете всё новое и на гарантии. Но далеко не всегда за предлагаемую сумму можно получить адекватную производительность, поэтому в таких случаях на помощь приходит БУ рынок и всеми любимый Алиэкспресс. Сегодня мы соберём очень производительную сборку ПК с Алиэкспресс за 30 тысяч рублей, которой с головой хватит для всех современных игр на высоких настройках. Друзья, прежде чем продолжить, хочу попросить вас подписаться на канал. Я выпускаю ролики только по сценарию и без лишней болтовни. Если вам интересна компьютерная тематика, то чтобы не пропускать новые видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Итак, давайте же приступим к нашей сборочке. И начнём мы, пожалуй, с процессора. Я изучил рынок и пришёл к выводу, что сейчас лучше всего собирать наш компьютер на сокете 2011 V3, так как собирать на том же АМ4 и заказывать даже Ryzen 5 2600 с Алиэкспресс нет никакого смысла, потому что цены на них сейчас ну совсем неадекватные. Хорошо, с платформой определились. А что насчёт процессора? Тут есть только два варианта. Либо Xeon E5 2620 V3, либо E5 2678 V3. Остальные процессоры на этот сокет либо не стоят своих денег в данный момент, либо имеют другие недостатки. Так как мы собираем компьютер для игр, и мы не должны превысить наш бюджет, то идеальным решением будет покупка Xeon E5 2620 V3. Здесь мы имеем 6 ядер и 12 потоков с тактовой частотой в турбобусте до 3,2 ГГц, 15 МБ кэша третьего уровня и довольно невысокое тепловыделение. И всё это добро стоит всего 1500 рублей. Как вам такая цена? Да, у него тоже есть свои недостатки, и о них мы поговорим чуть позже. Ну и раз уж речь зашла о процессоре, то его нужно чем-то охлаждать. Вы конечно можете купить какой-нибудь кулер в магазине на две теплотрубки за рублей 800, но так как нам всё равно ждать посылки с Алиэкспресс, то разумным решением будет взять отлично себя зарекомендовавшего снеговика на 4 теплотрубки за 1300 рублей. Его с головой хватит для охлаждения нашего процессора, а если в будущем вы будете делать апгрейд системы, то и для более мощного процессора, в пределах разумного конечно, его тоже хватит, и вам не нужно будет тратиться на охлаждение ещё раз. Так что это вложение уж точно стоит своих денег. В качестве материнской платы под наш процессор мы возьмём решение от Attermiter. Её сейчас смело можно брать. Здесь у нас неплохой дизайн, поддержка 4-х канального режима работы оперативной памяти, не лучший, но хороший охлад цепи питания, которого нам хватит с головой, разъём M.2 для быстрых NVMe накопителей, 8 разъёмов USB, 4 из которых USB 3.0, и 2 разъёма PCI-Express. И всё это стоит 6100 рублей, что на целых 2500 дешевле оверпрайснутого Huanana. Huanana сейчас покупать нет никакого смысла. За такую цену лучшей материнской платы сейчас не найти. Так что смело покупайте именно этот вариант. И тут мы плавно переходим к выбору оперативной памяти. Так как наш процессор и материнская платы работают с DDR4 оперативной памятью, то брать мы будем именно её. Обратите внимание, что китайские материнские платы очень капризны насчёт оперативной памяти, и от некоторых производителей планки просто не будут работать. Но есть проверенный вариант. Это оперативная память от компании Tanbash. И да, я хотел упомянуть один недостаток нашего процессора, который связан с частотой оперативной памяти. E5 2620v3 может работать с частотой не выше чем 1866 МГц, что является частотой АЗУ типа DDR3, которая стоит намного дешевле. Но нам приходится переплачивать за абсолютно такую же производительность. Но тут уже ничего не поделаешь. Так как у нас поддерживается 4-канальный режим работы оперативной памяти, то чтобы максимизировать производительность, будем брать 4 планки по 4 ГБ, с самой низкой частотой в 2133 МГц, так как она всё равно будет урезана. Итого 16 ГБ нам обойдётся почти ровно в 5000 рублей. Так как сборка у нас довольно современная, то и накопитель должен быть соответствующим. К тому же у нас есть слот M.2 на материнской плате, поэтому сюда мы можем поставить быстрый NVMe накопитель от Golden Fear на 256 ГБ. Этого с головой хватит для установки операционной системы и нескольких топовых игр. А в дальнейшем вы сможете докупить обычный жёсткий диск под файлопомойку. Цена за 500 ГБ будет в районе 1000 рублей, или может быть у вас уже есть старый жёсткий диск, которым можно будет дополнить сборку. Наш накопитель будет стоить примерно 3100 рублей, но если вам не нужны такие скорости, можете сэкономить и взять обычный SATA SSD, например от того же Golden Fear. Цена за 256 ГБ будет в районе 2200 рублей. И вот мы подобрались пожалуй к самому главному. Видеокартой в нашей сборке будет выступать до сих пор актуальная RX 570 на 4 ГБ. Хороший вариант на Авито можно ухватить за 8000 рублей, это прямо максимум. Если вы умеете торговаться и грамотно проверять видеокарты перед покупкой, то сможете ухватить её и за более вкусную цену. Этой видеокарты хватит для всех современных игр в Full HD на высоких настройках. И стоит помнить, что RX 570 это далеко не предел возможностей нашего процессора, так что в будущем вы сможете сюда поставить даже какую-нибудь RTX 2070 Super. Эта видеокарта идеальное решение для нашей ценовой категории. Разумеется, если вы найдёте какую-нибудь RX 580 на 4 или 8 ГБ за достойную цену, то можете поставить и её. С видеокартой разобрались, теперь осталось запитать нашу сборку и подобрать достойный корпус. На блоке питания никогда не экономьте. И если вы хотите себе выбрать хороший вариант, то смотрите различные обзоры на ютубе. Почему это так важно? Да потому что не хотите же вы, чтобы в непредвиденных обстоятельствах он сгорел и забрал за собой весь компьютер. Скупой платит дважды, поэтому выбирайте блок питания с умом. К счастью для вас я уже всё предварительно изучил и рекомендую присмотреться к решению от компании Cooler Master, а именно как блоком питания на 500 Ватт Cooler Master MVE V2 с бронзовым сертификатом 80+. Он имеет весьма неплохой КПД, исполнен по современной технологичной схеме с использованием неплохих компонентов. Он бесшумный, не греется и сделан качественно. Конечно, стоит он немного дороже своих конкурентов в данной ценовой категории, но как я думаю, вы уже поняли, чем оправдана эта доплата. Этот блок питания обойдётся нам в 3800 рублей. Что же, осталось выбрать корпус. Тут вы уже сами подберёте для себя то, что вам больше нравится. Я лишь подкину вам немного достойных вариантов, за примерно 2500 рублей. Это такие корпуса, как Aerocool Prime, Aerocool Bolt, PowerCase Mistral X4, Aerocool Rift, Aerocool Shard и Aerocool Cylon. Но вы, конечно же, можете выбрать абсолютно любой другой. Это просто рекомендации. Цены на все комплектующие вы сейчас ещё раз видите на своём экране. И да вовсе наша сборка выходит в 31300 рублей. Причём, если взять обычный SATA SSD, какой-нибудь простенький корпус, и найти RX 570 подешевле, то можно неплохо так сэкономить. Ссылки на все товары с Алиэкспресса найдёте в описании. Ну а теперь я покажу вам, какую производительность мы получаем за эти деньги. В CSGO на максимальных настройках графики мы получаем от 150 до 200 кадров в секунду. Естественно, на киберспортивных минималках мы получим все 300 плюс FPS. Ворваться в мир киберспорта на этом компьютере при большом желании точно получится. Так же, как и в следующей игре. В Fortnite у нас на максимальных настройках графики получается выжать от 80 до 100 кадров в секунду. Опять же, тестируем нашу сборку по максимуму. В реальных же условиях те, кто хочет играть на результат, на таких настройках не играют. Абонитив графику до минималок, можно получить в районе 200 кадров. GTA 5 на абсолютных максималках выдаёт 80 кадров в среднем. Думаю, тут останавливаться не имеет никакого смысла. Ведьмак 3 на запредельных настройках в центре Новиграда выдаёт 65 кадров в секунду, что является очень и очень достойным результатом. В игрушке под названием Control, которая очень сильно нагружает видеокарту, на высоких настройках графики мы получаем заветные 60 кадров. Да, конечно, без трестировки лучей эта игра выглядит довольно уныло, но поиграть в неё у вас точно получится. И завершает сегодняшний тест Watch Dogs 2, который неслабо так нагружает процессы. И на максимальных настройках графики мы получаем в районе 50 кадров в секунду. Чтобы добиться стабильных 60 кадров, можно немного понизить настройки. Как видите, наша сборка на ура справляется со всеми современными играми, на высоких настройках графики. И ни в одной игре у нас не скакал фреймтайм, и не было никаких лагов и фризов. Потому что наш шестиядерный монстр всего за 1500 рублей в играх вообще почти не напрягался, а упор был только в видеокарту. У нас получилась отличная игровая сборка за 30 тысяч рублей, в которой даже есть место для апгрейда. Теперь вы понимаете, насколько производительную сборку можно собрать за небольшие деньги, покупая комплектующие не из магазина, а на Алиэкспресс и Авито. Ну а если вам понравилась эта сборка, и вы хотели бы собрать себе такую же, то не поленитесь поставить лайк и подписаться на канал. Пишите в комментариях, нравится ли вам такая сборка, или вы бы в ней что-то поменяли. Также можете задавать свои вопросы по сборкам, я с радостью на них отвечу. Большое спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. А на этом у меня на сегодня всё. Всем удачи, и до скорых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok